Добрый день, наши дорогие зрители, читатели, почитатели канала «Континент» на ютюбе. Сегодня 27 ноября, и я, Игорь Туфельд, ознакомлю вас с последними новостями в выпуске «Континента» инфо-выпуски. Заранее благодарю вас за лайки, комментарии, поддержку нашего канала и, главное, не забывайте подписываться. Для этого нужно только нажать колокольчик. Все очень легко и просто. Итак, основные новости сегодняшнего дня, безусловно, связаны с государством Израиль, где четвертый день идет обмен заложниками на пленных преступников, террористов Хамаса. Люди, которых отпускает Израиль, были ранее задержаны во время попытки убийства, когда в Тель-Авиве были совершены ножевые атаки. И людям, на которых они нападали, удалось остаться в живых по чистой случайности, благодаря какому-то удачному скоплению обстоятельств и так далее. Но в любом случае, это люди, которые были замешаны в террористических актах, и вот сейчас их обменивают на детей, на пожилых людей. Женщина, 84-х лет, которая была освобождена вчера, находится в критическом состоянии в одной из израильских больниц в палате реанимации. Ей оказывается срочная помощь. Состояние ее оценивается как тяжелое. Кроме всего прочего, сегодня также стало известно о том, что прекращение огня, прошу не путать с перемирием, это именно прекращение огня, временное прекращение огня, продлевается еще на два дня. Естественно, что в этой ситуации можно ожидать от Хамаса, что он будет требовать еще несколько дней для того, чтобы каждый день отпустить по 10 заложников. Посмотрим, что будет завтра и послезавтра. Ну, как бы в отношении этих двух дней у меня нет особых сомнений, все будет сделано так, как было достигнуто в договоренности. А что будет на третий день, то есть в четверг, мы посмотрим и будем оповещать вас о том, что происходит в этом направлении. Еще одна новость, которая тоже касается Израиля, связана с бизнесменом, общественным деятелем Илоном Маском, который в данный момент находится в Израиле. Во время своего разговора с премьер-министром Израиля Бениамином Натаниагу, Илон Маск заявил, что в Израиле нет другого выхода, кроме как полностью уничтожить террористическую группировку Хамас. Кроме всего прочего, Илон Маск заявил, что он хочет помочь государству Израиля в достижении этой цели и также будет добиваться для того, чтобы Хамас был полностью ликвидирован, так же, как и все остальные террористические группировки, имеется в виду исламский джихад, который находится на территории Газы. В ходе своего визита Илон Маск также встретится с президентом Израиля Керцегом и обсудит ряд вопросов, связанных с поддержкой, помощью Израиля, не только материально, финансово, но и в социальных сетях, которые, как мы знаем, приобрел Илон Маск. Это платформа Twitter, которая сейчас называется X. Кстати говоря, в связи с его визитом в Израиль, конечно же, стоит отметить и недавние обвинения Илона Маска со стороны левой прессы и левых политиканов, включая сенатора Блюменталя, которые назвали его антисемитом. Ну, вот видите, какие у нас определения сейчас немножко разные от логических каких-то заключений, потому что те евреи, которые выходят с требованием освободить газу и оставить израильтян, бомбить, перестать израильтян бомбить сектор газа, они называют себя евреями, но их никто не называет антисемитами, а человек, который действительно хочет помочь Израилю и находится в данный момент именно в еврейском государстве, встречается с политическими деятелями, обсуждает возможность помощи, его называют антисемитом. Вот такие парадоксы нынешней жизни не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире, к сожалению. К этому, конечно, стоит добавить и о том, что было совершено покушение на трех палестинских студентов в штате Вермонт, задержан человек, который в них стрелял, его зовут Джейсон Истон, нет никаких показаний, что это преступление было совершено на почве исламофобии или каких-либо других расовых причин, ведется расследование. В чем, собственно, суть этого дела, пока неизвестно. Полицейский Дерек Шовен, которого вы наверняка все знаете, был подвергнут нападению и получил тяжелое ножевое ранение во время отбывания своего срока в федеральной тюрьме. Он сейчас находится в госпитале, и по сообщению средств массовой информации его состояние стабильно. Я хочу напомнить, что как раз за буквально день до нападения на Дерека Шовена состоялась премьера фильма о событиях, произошедших в Миннеаполисе. Таким образом, возможно, эти два инцидента связаны, но так или иначе, Дерек Шовен является одним из героев этого фильма. Мы постараемся сообщить вам, где и как этот фильм можно посмотреть на интернете. Он должен появиться в ближайшие, может быть, даже часы. Итак, еще одна новость, которая так или иначе связана с Израилем, вернее, с событиями, связанными с Хамасом, с Израильской войной, с подъемом антисемитизма. По оценкам исследователей, антисемитизм за последние полтора месяца, именно с 7 октября, увеличился на 400% только в Соединенных Штатах Америки. И вот одно из ярких показателей этому нападение на учительницу в районе Куинс Нью-Йорка. Там есть такая школа, которая называется Хиллкрест школа, средняя школа. После того, как ученики увидели учительницу, принимавшую участие в произраильской демонстрации, в одной из соцсетей, они пытались на нее напасть. Два часа она заперлась в своем кабинете до тех пор, пока не пришла полиция и все эти хулиганы не были каким-то образом оттуда эвакуированы. Кстати говоря, в этой же школе происходили и другие события, тоже связанные с подъемом антисемитизма. Несколько недель тому назад, буквально где-то, может быть, через 3-4 дня после нападения Хамаса на Израильтях, Эти же школьники напали на одного из сотрудников, охранников школы, сотрудников безопасности и просто пытались его избить. Несколько довольно тяжелых ударов он получил по голове, в результате чего мирные школьники, как сейчас принято говорить, у нас же вообще сейчас все мирные, все демонстранты мирные, все террористы мирные, в том числе и школьники, которые нападают на сотрудников безопасности и держат в осаде два часа учительницу с 23-летним стажем. После нападения на охранника несколько школьников были арестованы, об их судьбе пока ничего не известно, но так или иначе ситуация приобретает уже более серьезный мотив. В некоторых университетах продолжаются про хамасовские демонстрации и некоторые руководители университетов, кто пытается сохранить молчание, кто наоборот поддерживает свободу слова, прикрываясь первой поправкой Конституции, хотя на самом деле это не что иное, чем самое, самое, что ни на есть, выпиющее разжигания национальной розни. В связи с этим особые события произошли в университете в штате Мэриленд, где участники про хамасовских демонстраций стали выкрикивать лозунги «Уничтожить евреев!» «Уничтожить Израиль!» «Мы за Новый Холокост!» Вот такие дела происходят в американских университетах. Теперь вернемся полностью к американским новостям. Печальник от республиканской партии Крис Кристи заявил во время интервью на канале MSNBC о том, что все, что происходит сейчас в Америке усиление антисемитизма и в определенном смысле исламофобия связано непосредственно с влиянием президента Трампа. Как ни удивительно не Байдена, а Трампа, он не оговорился, он именно имел в виду президента Трампа. Объяснил это он довольно интересным способом, таким оригинальным, я бы даже сказал, не слишком типичным для Криса Кристи, но тем не менее звучало это приблизительно трамп. Трамп способствовал усилению нетерпимости в американском обществе, а когда постоянно, тем более лидер государства говорит о нетерпимости, это вызывает соответствующий эффект, и нетерпимость проявляется во всех областях. Интересно, что имел в виду Крис Кристи, это остается загадкой, но тем не менее все-таки характерно то, что Крис Кристи, который любыми неправдами пытается бороться с президентом Трампом, имея при этом совершенно нулевые шансы на избрание в качестве кандидата президента от республиканской партии, продолжает вести атаку на президента Трампа. В то же время президент Трамп присутствовал на футбольном матче американском футболе, на котором его приветствовал весь стадион с криками «Трамп, возвращайтесь в Белый дом». Причем интересно, что подавляющее большинство зрителей составляло молодежь, и это достаточно показательно, потому что, как мы знаем, постоянно левые средства массовой информации пытаются внушить нам, что молодежь уж точно поддерживает демократов, поэтому нам особо волноваться нечего. А вот сейчас как раз и возникли определенные проблемы, и особенно сложные и непонятные перестурбации в демократической партии. С одной стороны, как мы знаем, там существует партийная дисциплина, с другой стороны, они видят, что они зашли в тупик. И самое неприятное для демократической партии заключается в том, что если президент Байден выставит свою кандидатуру, то Камала Харрис, вице-президент, должна остаться при нем, потому что если по каким-то причинам она будет удалена или уволена со своей должности, отправлена в отставку, называйте это как хотите, это уже будет воспринято как расовая дискриминация, может быть воспринято. И, безусловно, этим могут воспользоваться оппоненты Байдена. С другой стороны, если Байден не выставит свою кандидатуру, то, естественно, что вице-президент должен продолжить поднять флаг брошенный президентом и выйти на баррикады демократической партии. Вот здесь тоже возникает проблема. Все прекрасно понимают, что у Камалы Харрис практически нет никаких шансов. Она самый непопулярный вице-президент за всю историю Соединенных Штатов Америки. И если губернатор Ньюсом из штата Калифорния или губернатор Притцкер, который тоже считается одним из потенциальных кандидатов, губернатор штата или иной, вдруг выставят свою кандидатуру и победят на выборах, таким образом опять же будет показано, что в демократической партии, которая якобы борется с расизмом и притеснением афроамериканских граждан и других меньшинств, проживающих в Соединенных Штатах Америки, этот вопрос будет достаточно долго обсуждаться в средствах массовой информации, таким образом шансы на победу в 2024 году, меньше чем через год, у демократической партии с каждым днем сокращаются. И в этой ситуации, конечно же, дилемма, которую будет стоять перед демократической партией в августе следующего года, когда конгресс, вернее, конференция, съезд демократической партии должен окончательно утвердить своего кандидата, возможно, что они просто зайдут в тупик. Выставят ли они кандидатуру Мишель Обамы вместо Камалы Харрис таким образом, попытаясь смешировать всякие анти-афроамериканские мотивы, мне представляется сомнительным. Но, тем не менее, пока, если мы вернемся в республиканскую партию, хочу напомнить, что президент Трамп продолжает лидировать с отрывом больше, чем 30 пунктов от губернатора Флориды Рона Десантиса, который занимает второе место. Но, многое будет зависеть от выборов республиканской партии в штате Айова. На сегодняшний день этот штат считается очень важным, и, как правило, человек, который побеждает в Айове на праймере с республиканской партии, становится кандидатом в президенты и утверждается на конгрессе республиканской партии. Так или иначе, на сегодняшний день Рон Десантис провел несколько дней в Айове, где заручился поддержкой губернатора штата Айовы и одного достаточно видного епископа, который тоже представляет достаточно большое влияние в республиканской партии. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. С вами был Игорь Туфельд. Еще раз благодарю вас за лайки, комментарии, поддержку нашего канала и, конечно же, за подписку. Нажимайте колокольчик. До новых встреч. Хорошей вам недели. Субтитры сделал DimaTorzok